Тебя, может, здесь не потеряешь, но всю оставшуюся жизнь хватит. Так, значит, с телефоном понятно, девочка, как это любопытно, да? Дай я его просто проведу. Значит, давай очки. Нет, сначала одень и посмотри. Ну, просто одень, пробегись, ну, как бы для себя. Ну, вот так, зафиксировал, да? Теперь смотрите, я очки беру и камень просто чуть-чуть вожу. Ну, я не царапаю, ничего, просто вожу по стеклу. То есть я убираю статических насекомых. Камень убирает статических насекомых. А тебе сейчас одень и посмотри, что поменялось. Ну, просто полюбопытничай. Евгений Николаевич, а можно мне тоже? Мы все разные, да? Но мы все разные. Кто-то сразу это уезжает, кому-то надо какое-то время, там, еще что-то. Кто-то не заметил, а нет? Ну, а... У них-то глаз стал больным. Когда насекомое исчезает, у тебя напряжение зрительное уходит. Напряжение зрительное уходит. И твои очки начинают более четче улавливать. Ну, вариантов много всяких разных, да? Я просто попробую. Один из вариантов, которые... Камень, ботинок положен, и ты ходишь с этим камнем. То есть он тебе гуляет туда-сюда, но ты его мнешь, и он как бы начинает действие на подошву. На подошву и сколько рецепторов там, хрен знает сколько. А у него энергия просто как бы... Там где-то такой-то... Да, у него энергия... У меня прям как будто здесь синяк развалелось. Ну, смотрите, как легко нас как бы размазать по стеклу, да? Как легко размазать. Если обувь, которая приходит как-то из-за кордона чаще всего, да? Туда может насыпать что угодно. Начиная от радиоактивного отхода, ну, надо куда-то девать. Ну, куда-то там, микро-достаток. И появится проблема. Проблема, с которой непонятно куда идти. Понимаете, как это вот все взаимосвязано. Продолжение следует...